Сегодня в американских аэропортах ужесточён и без того драконовский предполётный контроль. Одежду пассажиров проверяют на наличие следов взрывчатки, багаж обыскивают служебные собаки. Накануне в двух почтовых самолётах нашли посылки с компонентами взрывных устройств. Одну перехватили в аэропорту Лондона, вторую — в Дубае. Предназначался груз адресатом в США, и американские спецслужбы видят за отправителем тень Аль-Каиды. Алексей Веселовский передаёт с места событий. Обе посылки были отправлены в Чикагские синагоги с одного адреса в Йемене. Их обнаружили на борту грузовых самолётов. Одну близ Лондона, вторую — в Дубае. Внутри — картриджи для принтера, чернила в которых заменили взрывчаткой и проводами, подключёнными к платам сотовых телефонов. Посылки только летели в США разными путями. Одна шла через Англию самолётом курьерской компании UPS, а груз, задержанный в Дубае, перевозила компания FedEx. Действительно, в обеих посылках находились взрывчатые вещества, и они были подготовлены для взрыва. Мы сейчас проводим их тщательный анализ, но уже ясно, что они могли нанести серьёзный урон. Как предполагают США, за взрывчатыми посылками, скорее всего, стоит йеменская ячейка Аль-Каиды, наиболее активная на Аравийском полуострове. Обнаруженная взрывчатка PETN, или пентроэритритол тетранитрата, одна из самых мощных в мире, идентична той, что в прошлом году пытался использовать выходец из Йемена Умар-Фарук Абдул-Муталаб во время неудавшегося теракта на борту самолёта, следовавшего в Детройт. Раскрытие нового плана террористов стало возможным благодаря спецслужбам Саудовской Аравии. Именно они ещё несколько дней назад сообщили американским властям о готовящейся отправке посылок с сюрпризом. Америка должна знать, что мы серьёзно восприняли эту угрозу и предпринимаем все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность страны. И американский народ должен быть уверен, что мы не остыли в желании уничтожить Аль-Каиду и её помощников. Опасные находки спровоцировали массовые проверки всех почтовых отправлений из Йемена на восточном побережье США. Проверялись самолёты, грузовые терминалы в аэропортах, а в Нью-Йорке полиция даже останавливала грузовики с почтой. Мы проверяем все посылки из Йемена. Нашли две подозрительные. Одну уже проверили наши сапёры, и пока опасения не подтвердились. Два истребителя ВВС США поднялись в воздух и сопровождали до посадки пассажирский лайнер, летевший из Дубая в Нью-Йорк, после сообщения о том, что на его борту находится почта из Йемена. Самолёт приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди, но ничего опасного в посылках обнаружено не было. Сейчас в США резко усилен контроль за поступающей в страну почтой. Есть данные, что всего из Йемена могло быть отправлено от 10 до 20 посылок со взрывчаткой. Конечно, идёт следствие. Вместе со спецслужбами Йемена американцы пытаются найти отправителя. Алексей Веселовский, Владимир Батиков, телекомпания НТВ, США.